Крымский татар Впрочем, не только умышленное повреждение неизвестными опорных линий электропередач, но и инициированное украинским правительством меры, в частности, временный запрет перевозки грузов для Крыма, не вызывают одобрения на Западе. «Политический конфликт между Россией и Украиной по Крыму, по нашему убеждению, не должен решаться за счёт жителей полуострова». Представитель немецкого МИД добавил, цитирую, «Отмена санкций, наложенных следствием незаконной аннексии Крыма России, не обсуждается, эти санкции сохраняются». Поэтому Киеву, по мнению немецких властей, не стоит прибегать к действиям, которые не способствуют решению конфликта. «Это большая проблема, если Крым не подключат к электричеству. С украинской точки зрения, это же украинские граждане, которые не получают электроэнергию, а теперь ещё и продукты. Киев должен сделать всё возможное, чтобы не допустить эскалации ситуации». Политик призывает не давать российской стороне ни одного повода для очередного военного вмешательства и агрессии. Зато Карл Георг Вельман предлагает установить чёткие правила сосуществования с Крымом, как это, к примеру, в своё время было в случае с разделённым стеной Берлином.